Ну а в центре Омска обнаружили крупный некрополь бронзового века. Археологи, работающие на реставрации Светоникольского казачьего собора, сделали очередную необычную находку. Под фундаментом здания было найдено погребение, но не самого умершего человека, а его праха после ритуальной кремации. В захоронении также находился глиняный сосуд с орнаментом. По словам специалистов, эти находки могут подтверждать гипотезу о том, что под собором находится древняя некрополь. А в центре города еще много древних кладбищ и захоронений. Напомним ранее, в цокольном помещении храма рабочие обнаружили кости древнего человека. Обе находки сейчас в Музее археологии и этнографии Омского педуниверситета. Типично, достаточно не только для андроновской культурно-исторической общности, но и для других культур. Есть и трупоположение, и трупосожение. То есть это вполне нормально, когда использовались разные погребальные обряды, даже на одном памятнике. Может быть, зависело и от культа, и от социального положения умершего, и от возраста. То есть, допустим, молодых женщин могли хоронить не так, как взрослых женщин. Допустим, детей хоронили не так, как взрослых людей. Ну и опять же, имущественное неравенство не отменяли. Может быть, это тоже как-то связано было. Разные способы захоронения. Продолжение следует...